Гришкевич, Станишевский, Пурас, Дронов, Насаченко. Эти и другие имена ангарчан, ветеранов Великой Отечественной войны, теперь можно увидеть на восстановленных стеллах у Третьей музыкальной школы и Ангарского городского суда. Их портреты горожане рассматривают с большим интересом, читают биографии фронтовиков. В этом году усиленная подготовка к 70-летию празднования Великой Победы. И украшены все улицы, прилегающие к мероприятиям. Это музей Победы, площадь Ленина, площадь возле ДК Современника и территория, прилегающая к дворцу спорта Ермак. В украшении города задействованы три бригады подрядной организации, в их числе молодые предприниматели. Магазины и торговые центры к юбилею оформили свои витрины. Как выяснилось, горожане внимательно следят за тем, как преображается город к празднику. Красивый город, еще бы чище был бы, везде бы убиралось, вообще бы был хороший город. И вообще он хороший, он мне очень нравится. На сегодняшний день почти все главные улицы украшены. Растяжки и плакаты можно увидеть на улицах Горького, Карломаркса, Коминдерна, Чайковского и многих других. На оформление ушло более 10 километров флажной ленты и около 100 конструкций, размещенных на столбах. В будущем они будут использованы для других праздничных мероприятий. Растяжки, баннеры, флажки в свете триколор, плакаты с изображением ветеранов и символикой победы теперь будут украшать наш город. Подрядчики планируют закончить монтаж 26 апреля. А уже 9 мая Ангарск встретит главный праздник страны во всей красе. Яна Попова, Михаил Тырышкин, Владимир Селиванов. Местное время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.